Не обязательно было экономить и вырезать здесь вот этот кусочек. Смотрите, что мы могли сделать. Какие-то многоугольники, которые задают фигуру А. Ну, давайте я условно нарисую вот так. Вот это А. Ну, здесь, естественно, еще какие-то. И там есть какая-то диаграмма склеивания. Так? Отлично. У нас есть какая-то штука, которая задает Б. И там тоже еще что-то. Может быть, есть, может быть, нет. И там какая-то тоже диаграмма склеивания. Пока все понятно? Да. Отлично. Так вот, господа, каким образом мы могли вырезать этот самый диск? Не обязательно вырезать диск вот таким образом в вершине. Как можно было шансоваться по-другому? Отлично. А что значит вырезать посередине? Сделать еще одну вершину. Если мы вырезаем диск, то там нужно как минимум одна вершина посередине. Еще одна грани, еще одна вершина. То это будет совершенно не здорово. Нет, вы делаете вершину и делаете грань потом с началом и концом в этой самой вершине. То есть вы ставите дополнительную вершину посередине и делаете грань, которая начинается в ней, идет как-то и возвращается в нее. Да. Вот так. Да. Замечательно. И вот это и будет ошибка. Именно из-за этого, из-за того, что вы думаете, что так можно сделать, у вас есть проблема. Вы не имеете права пользоваться не многоугольниками. Когда вы здесь вот рисуете такую штуку, то у вас получается неодносвязанная фигура. Поняли ситуацию? Ну, сделать многоугольник параллельно сторонам. Вы должны все-таки сделать что? Многоугольник. Многоугольник. Отлично. Как сделать многоугольник? Давайте еще одну вершину. Сделать гомотезию того, в котором она расположена. Давайте еще одну вершину. Сделать это из друстника. Нарисовать там какой-нибудь там квадратик. Сделать это между двумя. Ну, хорошо, можно квадратик. Мудрый. Почему я делаю двуугольник нарисовать? Действительно, давайте нарисуем квадратик. Давайте нарисуем квадратик. Пятиугольник. Отлично. Отлично. Нарисуем квадратик. Раз, два, три, четыре. Пять. Так. Замечательно. Нарисуем квадратик. Здесь мы должны что делать? Тоже нарисовать квадратик. Тоже нарисовать квадратик. Раз, два, три, четыре. Так, стало понятнее? Не очень. Но был круговочек, стал квадратик. Был кружочек, стал квадратик. Кружочек это многоугольник. А? Это очень многоугольник. Нет, нет, секунду, секунду, секунду. А, давайте смотреть. Стоп, а у нас теперь мы знаем, как изменилась эльфа. Как теперь по-другому это можно представлять? Во-первых, все-таки можно вот здесь вот, что называется, умрать и представить себе, что это многоугольник. Согласны? Да. Кстати, это по-прежнему одна вершина. То есть количество вершин при этом что? Увеличилось на три. Увеличилось на три, гениально. Мы добавили три вершины. Кроме того, надо нарисовать еще тот самый квадратик, который вот отсюда вылез. Правильно? Да. Замечательно. Если здесь были какие-то точки М, М, К, Л, то здесь будут точки М, Н, К, Л. А Л получается в двух землях? Ну, это... А мы же договорились, что любую точку можно написать сколько угодно раз, и на подсчет количества это не влияет. Согласны? Так. Отлично. Итак, что же пока произошло с количеством вершин? Увеличилось на три. Увеличилось на три. То, что они здесь отдельно нарисованы, нас не волнует. И там тоже. Вот, дальше. Что пока произошло с количеством граней? Вот раньше был один гугольник, теперь их у нас два. Количество граней увеличилось на... Единицу. Четыре. Почему четыре? Восемь. Количество граней увеличилось здесь на единицу. Одну добавили. Ну, естественно, мы здесь тоже собрали. Какие-то там P, Q, R, S, какие-то, еще добавить в четырехугольник, P, Q, R, S. Так, пока все в порядке? Да. Пока все в порядке. Заметьте, вот это преобразование ничего не сделало с поверхностью. Да. То есть, у нас была поверхность, и мы просто из нее вырезали. Отлично. У нас была другая поверхность, мы из нее вырезали. Так? Да. А вот теперь наступает очень интересный момент. Мы должны склеивать. Обратите внимание, когда мы склеиваем, на самом деле вот эти, они остаются без изменений, собственно. Меняется только там, где P, Q, R. Процесс происходит только с двумя этими штуками. Вы можете вообще не смотреть на вот это все. Вы можете смотреть только на то, когда склеиваются два квадратика. Да, это сфера. Отлично. Что такое склеивание двух квадратиков и, кстати, исчезновение того, что внутри? Проследите, что произойдет во время, в процессе склейки. Количество вершины уменьшится. То есть, точка M склеится с точкой P. Стоит одно. Точка M склеится с точкой Q. Точка K склеится с точкой R. Это пока все понятно? То есть, теперь я могу в некотором смысле написать так, что M это P, Q это N, R это K и, наконец, S это L. S это L, да? Да. То есть, что произошло на самом деле с количеством вершин? Уменьшилось на 4. Уменьшилось на 4. Отлично. Что произошло с квадратиками? При склейке... Получилось однако. Эти квадратики ни в коем случае не получилось однако. Эти квадратики, когда мы склеиваем поверхности, они вообще-то вообще исчезают. Что? Получается сфера. А? Ну, это подушка. Когда вы берете вот одну поверхность, берете другую поверхность, когда вы их склеиваете, что должно было происходить? Вот в этом месте они проконтактировали. В этом месте вообще все вырезается и исчезает. Их вообще не станет. Вот этих квадратиков вообще не станет. То есть, минус 2 грани. Так. А теперь что происходит с количеством ребер? Тоже. Ну, не знаю. Потому что, смотрите, мы добавили 4 плюс 4, то есть 8. Здесь вот мы добавили 4 ребра. Здесь мы добавили 4 ребра. И мы уничтожили 8. Когда они как-то контактировали. Исчезло. Что происходило с вершинами, что происходило с ребрами, что происходило с гранью. У меня была диаграмма склеивания вот эта. Здесь были какие-то вершины, вершины, вершины и 4 штуки. Была диаграмма склеивания. Вершины, вершины, вершины и 4 штуки. Так сказать, подлежащих рассмотрению вершин было 8. Так? Да. Отлично. Теперь вершины, вершины, вершины и сколько штук? 4. 4. То есть, на самом деле, что произошло с количеством вершин? При склейке. Минус 4. Все-таки минус 4. Да. Количество вершин уменьшилось на 4. Ура. Теперь, была диаграмма, там были какие-то ребра. Были? Были. Были. Это было ребра? Было. Это? Было. Это все были ребра. То есть, на самом деле, вот этих вот ребер здесь было 4 штуки. Вот это ребро, оно здесь. Это ребро, оно здесь. Все замечательно. Было фактически 4 ребра. Хорошо. Смотрим теперь здесь. Здесь сколько было ребер в квадрате? 4. 4. Поздравляю вас. 4 плюс 4? 8. Было 4 отрезка. Было 4 отрезка. То есть, реально было 8 отрезков. Так? Отлично. Что происходит, когда мы склеиваем? Отрезку ставим 4 штуки. То есть, со склеиванием 4 из них уничтожаются. То есть? Минус 4. То есть, получается минус 4. Ну, а граней? Мы вырезали из поверхности квадратик. Да. А, нет, граней минус 2. Здесь вырезали квадратик. И фактически мы склеиваем вершину с вершины, вершину с вершины. Поэтому уменьшается на 4. Грани минус 2. Спасибо. Золотое слово прозвучало. Потому что здесь были какие-то многоугольники. Здесь были какие-то многоугольники. На самом деле, они все остались, кроме вот этих вот двух штук. А, когда мы вычтем рёбра, вершины минус 4 и рёбра минус 4. Значит, с граней что произошло? Минус 2. Минус 2. Мы получаем минус 2. А эти же склеились. Кто? Вы всё время пытаетесь представить себе пространственную конструкцию. Вы всё время пытаетесь мысленно ещё подклеить, подклеить, подклеить. Между тем вам внятно объясняли, что поверхность задаётся несколькими многоугольниками и правилами склейки. У нас была поверхность А, заданная чуть-чуть-чуть-чуть, и квадратиком. У нас была поверхность Б, заданная ту-ту-ту-ту-ту-ту, и квадратиком. Палилограмм. То есть, неважно, как он выглядит. И мы берём и их склеиваем. Так на остальное можно вообще внимания не обращать. У нас исчезают эти две грани. Количество вершин уменьшается на 4, количество рёбер уменьшается на 4. А теперь смотрим. Вот это наше поражение Эйлерова. Вершин минус рёбер плюс грани. Ключусь минус рёбер. Вершин минус рёбер не изменилось, а грани уменьшилось на 2. То есть, сливально, минус 2 изменилось. Понятно? Увеличилось на минус 2. Так, а вот теперь нужен человек, который то, что я долго-долго-долго объяснял, объяснит в 10 раз быстрее. Я говорил, что ему к лишнему. Почему минус 4, минус 4 и минус 2? В итоге даёт минус 2. Потому что у вас знакопеременная сумма. А-а-а! На самом деле здесь совершенно не важно, что вырезать. Посмотрите внимательно. Совершенно не важно, сколький угольник вырезать. Тогда чем был плохо одноугольник? Тем, что менее наглядно. Тем, что когда вы вырезаете квадратик, как-то легче в это поверить. Нет, это чисто педагогически. Прежде всего, тот же вопрос, который вы сами задавали, а куда деваются вот эти вот, при присклеивании этих ногугольников, когда есть это склеенное ребро, когда его нет, куда оно девается? Ответ, мы имеем дело не с поверхностью, а с диаграммой склеивания. Ну, то есть, если формально говорить, это называется фактор пространства, там, топологического пространства. То есть, дело так, у нас есть несколько многоугольников, и у нас есть правило склеения. То есть, поверхность – это некий абстрактный объект, а работаем мы с набором многоугольников. Это поверхность А, и это поверхность Б. Мы срезали Л-двы. И мы назвали... И здесь тоже. Мы назвали М, Л, К, Л, и Л, и А. О, А? Нет. А. А, А, Л. Слышно. Эти две вертищы, которые должны были примыше. И есть две вертищики. Если добавляем Н и Б, не должно что-то случиться на браке, и от этого. И с горожками – не должно что-то случиться на браке с freshwaterс, и Illnessy С, и в глазах, of this. Let's take our two squares and let's look how we'll change the number of vertices, edges and faces. Okay, so there are four vertices and there are four vertices. And we glued these two squares and the number of vertices changed. Change the V, R, G to Latin. Ah, yeah, sorry. V, X. Ah, exactly. Edges, faces. And the line in the form. Sorry. It's clear? No. Okay. So number of edges changed Diminished by four. By minus four. Because we glued these four edges. There were eight edges in there and these eight edges became four edges. So there are minus four. And the faces. There were one face. There were two faces. And that one we glued. And after that... Ah, they... They disappear. They disappear. They disappear. Yeah, they... They disappear. Yeah, disappear. They disappear. And the... And the... So the... Ah, faces... The... There are minus two. Minus four. Minus minus four. Minus minus four. Plus minus two. It's minus two. It's minus two. Why minus four edges? No. Because... Why? Why? So... There were four. Plus four edges. And... One we glued. There are four edges. Four plus four. Minus four. It's four. Four. It's four. It's four. Нет, там же... Minus eight. Four. Еще раз. Вот смотри, смотри. Вот у тебя есть квадратик. Здесь еще один квадратик. Когда ты их склеиваешь, стороны одного квадратика склеиваются со сторонами другого. Поэтому было восемь сторон в сумме, стало четыре стороны в сумме. Ну что? То есть уменьшилось и четыре. Они же пропали. Слушай. Да не все. В том-то и дело. Пропала только половина. Они слились. О, я составляю. Четыре отличается от восьми на минус четыре. Но это точно не дайте подходить наEven bunlarıلى. Это нес's worth. У 첫. High. Парг、 diffuse.